Дни до юбилея в аэропорту начали считать ровно за 70 дней до этого события. Время, оставшееся до 70-летия, воздушные гавани курорта показывали часы обратного отчета. В последние же секунды работы электронного табло определился и 4-х миллионный пассажир, а вернее пассажирка международного аэропорта. Новоиспеченная Сочинка летела в Москву, как призналась сама, за новогодним подарком. Но главный предпраздничный сюрприз получила совершенно неожиданно. Авиакомпания вручила Ксении сертификат на бесплатный перелет. Куда лететь девушка решила, не задумываясь. В другую сторону России. В Читу. Да-да, домой, на родину. Неожиданно на самом деле. Планирую стать пятимиллионным. Даже, наверное, где-то подгадаю и подожду. Побить рекорд нынешнего года в новом 2016-м планируют и сами сотрудники аэропорта. Рассчитывают здесь и превысить лучший показатель 90-х годов. Тогда Сочинский аэровокзал принимал 4,5 миллионов пассажиров в год. На то, что это реально, указывает и сложившаяся тенденция. По итогам 12 месяцев Олимпийского года воздушные ворота курорта приняли 3 миллиона пассажиров. В 2015-м уже 4. Все шансы принять пятимиллионного туриста есть и в следующем году. Надежды на внутренний пассажиропоток, возросший благодаря постолимпийскому наследию. Главным достижением аэропорта считаю, что этим летним сезоном аэропорт Сочи справлялся с такими нагрузками, которые даже в Олимпийских играх не было. В пик Олимпийских игр у нас было обслужено 24 тысячи пассажиров за сутки. А в летний сезон это была нормальная цифра, ежедневная основа. Никаких пиков. Мы работали в обычном режиме. Не усиление, как это было во время Олимпийских игр. Научились справляться с большими объемами. За эти 70 лет воздушные ворота Сочи прошли тяжелый путь, отмещают сами работники аэропорта. Самые положительные перемены, считает коллектив, здесь произошли в период подготовки к зимним играм. Обновилась вся инфраструктура, оборудование, спецтехника. На международные стандарты работы перешел и персонал. Но главная задача международного аэропорта остается прежней – повышать уровень качества услуг. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Продолжение следует... Продолжение следует...